Также я знаю, что у вас семья есть сейчас. Расскажите нам о вашей семье, что вам помогает наслаждаться вашей семьей. Потому что в семье это два человека и часто два разные люди. Даже если они похожи, они все равно разные. И нужно быть зрелым, чтобы вообще наслаждаться семьей. Вы можете сказать, что вы наслаждаетесь своей семьей сейчас? Да. И что вам помогает? Особенно мне есть чем сравнить. Все-таки важно то, кем ты есть внутри. Это очень важно. Потому что если личность не самодостаточная, женщина сама не понимает, кто она в семье, кто она в жизни, кто она в обществе. Ей будет сложно строить семейные отношения. Я счастлива, я благодарю Бога за то, что Он мне подарил новую семью. Он мне подарил прекрасного мужа, который несовершенный, так же, как и я. Я стараюсь принимать его таким, какой он есть. Бывают, конечно, разные ситуации. Все мы живые, живой организм, семья. Она не может быть статичной. Только все хорошо или только все плохо. Конечно, как кардиограмма, да, пастор Вячеслав сегодня говорит. Конечно, семья не для всех. Я это понимаю, что действительно те, кто, как правило, хотят туда, то они не готовы туда идти. Потому что у них мотивы не такие, какие должны быть. А как вы готовились к своей новой семье? Какие принципы вам помогают? Да, вот. И почему вы сказали, что вторая семья отличается от первой? Вы сказали, есть с чем сравнить. Как вы готовились к той семье и к этой семье? И какие принципы вы придерживаете в этой семье сейчас? Самый основной принцип то, что появилось понимание, что кто тебе дал эту семью и для кого она, кому она принадлежит. Вот это основание, что понимание, осознание, разумение, что это подарок. Мой муж, не моя собственность. Я не могу им руководить, как я хочу. Что это подарок от Бога. Это, конечно, большая тема, что мой муж, не мой собственник. Это очень большая тема, потому что и у меня тоже было такое, но слава Богу, Бог быстро меня освободил от этого. И кроме того, у меня такая личность мужа, что невозможно просто иметь его как собственника. У меня муж — это человек мира. Вот. И невозможно его просто коробки удержать. И я рада, что я это поняла через какое-то время. Но очень многие люди еще там, они видят мужа, жену, как собственник, которые предназначены в основном для того, чтобы служить только им. Они не понимают, что жена, муж — это тоже человек мирового уровня. Ему нужно пространство, ему нужно мир, ему нужно развиваться. Конечно, первое посвящение принадлежит ему, когда надо. Но все равно не может быть, чтобы Бог создал целого мужчину, да, чтобы просто служить тебе. Он способен на большее. Он может и помочь, служить тебе, но он способен на большее. И то же самое. Бог не может создать целую красавицу, только чтобы она служила только тебе. Она же может делать другие вещи. Вот поэтому расскажите больше об этом. Что вам помогло, да, понять, что он не ваш собственный? Знаете, мне такое понимание, ну, благодаря проповеди, ему учения пастыря, слава Богу, что он дает это понимание, что жена, она просто должна усилить мужа, дополнить его. Ну, точно так же и муж. Но прежде всего это как партнеры. Бог может использовать как отдельно жену, так и мужа, так их вместе. То есть муж, жена не должна порхать круглосуточно вокруг мужа и обслуживать его. И даже иногда отталкивает. Да, то есть жена такая же личность, как и муж. И наоборот. И это неправильно думать, что жена, она не может реализоваться помимо семьи. Она должна реализоваться помимо семьи. И история столько показывает, да, женщины, которые реализуются и на Западе, и в Европе. Ну, женщины понимают, что семья просто одно из дел, которое они должны делать. Но у них зов еще есть другие вещи, они успешно совмещают. Да, просто надо понять, для чего эта семья существует. Какая цель у Бога на эту семью. И выяснить эту цель. И также выяснить цель отдельно, вот для меня, как жены. Какую цель Бог хочет, чтобы я реализовала в этой семье. Где мне надо усилить тыл. Да, или что я должна выполнить. Потому что, когда женщина будет себя полностью с головой окунать в семью, она будет несчастна. И муж не будет получать от нее удовольствие. Очень интересно то, что Вы говорите. Получается, если жена будет полностью окунуть себя в семью, она будет несчастна. Но мужчины требуют, чтобы она именно так и сделала. Получается, мужчины, которые требуют от женщины, чтобы они были дома. Может, она еще может работать, потому что нужны деньги. А так, работать чуть-чуть. Служите мне, где мои носки, где мои часы, где мои ключи и так далее. Получается, что такие мужчины, они требуют от женщины, то, что они делают им счастливыми. Да, просто они сами потом не понимают, что они делают. То, что мужчины потом сами будут отталкиваться. Отталкивать это будет от жены. От несчастной жены. Вы знаете, я недавно вычитала в интернете на эту тему, что муж у семейной пары, в Мирская, он завел любовницу. А друг, он христианин, и у него одна жена, и он несет принципы правильные, семейные. И он говорит, зачем тебе любовница? Говорит, ну она такая всегда красивая, мне всегда с ней интересно, она всегда такая ухоженная. Говорит, ну а с женой что? А с женой мне хорошо, я разводиться не буду. У меня все накормлено, все дети, все приготовлено, уют. Говорит, ну хорошо, но ты же женился на такой, как твоя любовница. Значит, благодаря тебе она стала такой, от которой хочется тебе уйти. Говорит, это же непорядочно. То есть получается, мужчины сами не понимают, что они делают. Они хотят, чтобы все было в доме, все сыты, все приготовлено, убрано. Но женщине нужно еще помимо этого что-то. То есть она должна реализовываться. Мужчины это должны понимать, что они, получается, роют сами яму, в которую потом попадут, и распадется семья. Когда требует невозможного от жены. Женщина не робот, она не может и все-все делать. Она может много чего, но у нее есть основная цель. Она должна, вы, она должна помогать реализоваться то, что Бог заложил в нее. И также я слышала, что когда женщина часто ноет, и когда женщина часто вот так что-то требует от мужа, и это очень противопоказано для мужчины тоже. Вроде мужчина физически силен, да, вроде она с ним не может сражаться на уровне кулаков, но если она постоянно будет идти недовольна, если она постоянно будет ноет, и ты то меня не делай, ты то меня не делай. Я тоже посчитала, что это просто обезоружит мужчина, и она просто разлагает его изнутри. Что вы можете сказать по этому поводу? Да, я думаю, что умные мужчины, они любят самодостаточных женщин, которые как бы вроде вместе, но они автономны. Они могут сделать свои дела самостоятельно, не прибегают к помощи мужчины. Это им не нравится, когда их постоянно дергают, что-то просят, жалуются постоянно. То есть женщина, я считаю, сама способна на то, чтобы даже обеспечить себя, даже какие-то удовлетворить свои небольшие нужды. Она может сама это сделать. То есть это говорит о том, что... Многие женщины так в миру так и живут. Они обеспечивают себе или сообщают, обеспечивают себе. Допустим, я даже не знаю, откуда я это взяла. Может, потому что я образована. Но у меня даже, вот я 20 лет замужем, муж обеспечивает, он помогает. Но у меня даже один день не пришло в голову, что муж должен меня обеспечивать. У меня нет такого сознания, что он должен обеспечивать. Я что-то приношу в семье, он что-то приносит в семье. У меня, конечно, очень ответственный муж. Он понимает, что он должен обеспечивать. Это хорошо, когда муж понимает. Но женщина, она не должна думать, что он должен меня обеспечивать. Что угодно же может случиться с мужем. Хорошо, пока он живой, он тебе может обеспечивать. А если с ним что-то случится, что будет? Поэтому я думаю, что баланс очень важен, воспринимать благодарность, то, что Бог дает женщинам через мужчин, но она не должна деградироваться, она должна планировать свое будущее, она должна быть автономна, как вы говорите, она должна уметь зарабатывать деньги. Все то, что муж делает, освещает в семье, она должна быть как на подкладку, потому что муж может приболеть, муж может потерять работу, и она должна стать на его место. Поэтому очень важно сотрудничество. Когда нужно, муж помогает жене, когда нужно, жена помогает мужу. Да, вы знаете, еще очень важный момент, вот есть такое понятие, что если жена не работает, у мужа бизнес, что жену не нужно вовлекать в эти процессы. Представьте, сколько теряют такие мужчины. Да, с одной стороны, не нужно, если там это касается, ну, не нужно переживания для жены, потому что все-таки у нас психика немножко не такая крепкая. Но в основном жена, ей лучше владеть ситуацией, что происходит в бизнесе, потому что у нее есть интуиция, у нее есть мудрость, даже если она не бизнесмен. А если вот я знаю такую историю реальную, что была богатая семья, мужа убили, большой бизнес крупный, и она даже не знала, что у него в бизнесе, какие у нее партнеры. В итоге эти люди обвели ее вокруг пальца, забрали у нее деньги и все. И она живет шикарно в доме, ездит на шикарной машине, и одна гривна у нее в кошельке. Она не умеет ни зарабатывать и не знала, какие активы у мужа. То есть он ее полностью оградил от этого. И это тоже крайность, потому что все-таки и муж должен больше быть мудрый, чтобы в какой-то мере посвящать жену в свои дела. Это очень важно. Да, у меня тоже, вот на этой неделе я получила письмо от кого-то из Африки, и он мне говорит, что брат умер. Но он говорит, что очень удивительно, как будто он знает, что он умрет, что где-то три месяца назад он написал завершение. У него страхование жизни на место, он делает очень много покупки, он оплатит очень много счета, как будто он знал, что это будет. К чему я это говорю? Что очень важно, чтобы мы всегда имели данную видность, смотреть наперед. Вот истории, которые вы говорили, почему муж вообще не посвящал. Можно, допустим, мой муж делает некоторые вещи, да, где я вообще не замечена, но он мне рассказывает, да, он мне как будто отчет дает. Я там, можно сказать, что ничего не делаю, да, только когда нужны какие-то дела. Но он мне говорит, что есть, как есть, отчет он мне дает. И он всегда говорит, я хочу, чтобы ты знала, я хочу, чтобы ты знала. Потому что, когда мы думаем, когда мы понимаем, что мы тленные люди, мы не всегда будем, да. И если мы думаем о будущем своей семьи, особенно если есть дети, не обязательно, чтобы жена была очень сильно вовлечена. Но основные моменты, документы, активы, вот, и так далее. Очень важно, чтобы было единство в этом вопросе. Субтитры создавал DimaTorzok